Привет всем! Как и обещал, выкладываю три способа подключения конференции Zoom, которые нам понадобятся для интерактивного стрима в пятницу в 20.00. Всего способов гораздо больше, но они похожи. Все способы, кроме веб-клиента, требуют предварительной установки клиента, так что, пожалуйста, вам лучше сделать это заранее и протестировать звук. Итак, первая инструкция – клиент для Microsoft Windows. Заходите на сайт zoom.es.download, нажимаете «Скачать» и нажимаете «Установить». Установка происходит автоматически, без вопросов. Все, клиент уже встал. Нажимаете «Войти в конференцию». Сюда вставляете либо URL, который будет расположен в описании по ссылке, либо впечатываете номер, который будет в конце URL. Выключаете камеру. Все, вы уже в зале ожидания. Прочитаете принцип обсуждения. И здесь же можно проверить звук. Убедитесь, что у вас правильное устройство выбрано в качестве динамиков, то есть, например, наушники или что-то. И громкость проверьте. Также правильное устройство выбрано в качестве микрофона. Советую выключить автоматическую регулировку, иначе она будет все время вам поднимать громкость, когда вы молчите. Остальные галочки тоже посмотрите. Советую сделать, как у меня. Будет проще жить. Также проверьте еще одну бонусную галочку «Всегда показывать меню». Будет удобнее работать. Все, дальше ждете, пока я вас не впущу. Собирайтесь с мыслями. Все, вы уже в конференции. Для удобства советую открыть список участников, потому что большинство операций удобно выполнять оттуда. Вот все участники, кто сейчас в конференции. Здесь множество способов выключить свой микрофон и включить его обратно, а также функционал «Поднять руку, опустить руку», то есть «Прошу голоса». Звук вам также могу выключить и я, по какой-то причине. Вас это никак не отключает, вы можете включить его обратно и снова участвовать. Можно себя переименовывать. Видите, как я только что сделал. И вы можете тоже себя переименовать. Все. По завершении выходите из конференции. На этом конференция закончена. Вот, собственно, и вся работа. Теперь то же самое непосредственно из броузера. Открываем ссылку, которая будет в описании к трансляции. Выбираем русский язык, если так удобнее. И он пытается запустить у вас клиента. Если его нет, то нажимаете на «Запустить через броузер». Здесь уже нет номера конференции, она и так известна, так что вы только вводите свое имя и нажимаете «Войти». Появляется выбор, через что войти, через голосовой звонок телефонный, либо через звук компьютера. Конечно, через звук компьютера. Все, собственно, вы опять в том же самом интерфейсе. И функции все те же самые. Выглядит чуть-чуть по-другому. Не забудьте разрешить броузеру работать с вашим динамиком и микрофоном. Это уже зависит от броузера, с которым вы работаете. Опять же, включить-выключить звук. Переименоваться. Поднять-опустить руку. Можно отключить получение видео, если вдруг кто-то случайно включит камеру. И чат. Такой же чат был и в прошлом клиенте. И выйти, когда нужно завершить. Все. Вот и все использование. Третий вариант – установка клиента для андроида. Заходим в Play Market, набираем Zoom. Первая же ссылка – это и есть наше клиентское приложение. Нажимаем «Установить». Первый раз на некоторых устройствах спрашивает разрешение безопасности. Нажимаем «Войти в конференцию». Номер, опять же, который в конце ссылки в качестве идентификатора конференции. И имя. Войти. Все. Вы опять в том же самом зале ожидания. Устройство спросит вас разрешить доступ к микрофону. Естественно, разрешить. Здесь тоже, если есть выбор, то, конечно, с использованием аудиоустройства, а не с использованием телефона. Иначе он попытается звонить. Здесь вы перемещаетесь между различными подменю, просто листая экран право и лево. Есть и чат, есть и список пользователей, есть вид камеры, вид нескольких камер. И отдельный экранчик есть, где можно просто микрофон нажатием включить-выключить. На списке проще всего. И переименоваться можно, и микрофон включить-выключить, и руку поднять-опустить. Вот свайп на крайнем экране есть. Включить микрофон, выключить микрофон. Я думаю, что список пользователей все-таки удобнее, потому что там видно, кто говорит, и видно, сколько рук поднято. Можно отключить звук. Это не выключение громкости, это именно отключение аудиоинтерфейса. Чтобы снова включить звук, вам опять понадобится выбрать через аудиоустройство, либо через телефонную связь. Ну, конечно, через аудиоустройство. Вот. Нажатие на микрофончик, это включить-выключить. И завершение на красную кнопочку «Выйти». Все, собственно, и все оперирование. Значит, также еще существуют клиенты для Apple-овских устройств, для Linux, которым я, собственно, пользуюсь, еще для каких-то устройств. И есть еще аддон для Chrome, видимо, для Windows. Я, честно, не пробовал. Но все они настраиваются примерно аналогично. Вам даже регистрироваться не нужно, вам достаточно только идентификатора конференции. либо URL, который вы будете вставлять там в разный клиент. Собственно, и все. Так что ставьте, настраивайте, и до встречи. Всем пока и удачи!